Лариса Денисенко Голодание и сверхспособность Геннадий Петрович и без голодания обладает экстрасенсорными способностями Вы знаете, я так приведу один такой наглядный случай Где-то в 2004-м примерно году, в 2005-м, ну примерно где-то так Так что в 2004-м это вот Я с группой самарских экстрасенсов собирался ехать в Индию И мы действительно туда поехали, месяц там были И перед тем как отъехать, руководитель дал нам задание Говорит, ну-ка посмотрите, какая наша будет поездка Я закрыл глаза, у меня раз, пристала передо мной карта Индии И, значит, линиями пим-пим-пим-пим-пим Вот так даже с таким звуком показали, как мы будем Дели, потом, допустим, там Шринагар Потом там, допустим, где золотой храм Потом там, допустим, где Тадж-Махал Потом, кстати, Саи-Баби, ну вот примерно на карте Раз, 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 все это То есть, как бы сказать, если это есть, она работает быстро Раз, и я уже видел карту, все это там такое Остальные там что-то там или сели, погрузили, что-то там думали, мумали и так далее Ну, короче, ответили Второй вопрос был После Индии мы собирались поехать на Иссык-Куль, и я в том числе Второй вопрос был руководителя А поедем ли мы после этой поездки индийской на озеро Иссык-Куль Я закрыл глаза, и вот так вот опять карты, так знаете, раз, 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 вот линия, не идет Показано было, вот вопрос задали, я глазки закрыл и сразу же получил ответ Остальные опять-таки думали, думали, думали Короче, из всех экстрасенсов, которые были вот в этой группе Один я сказал, что не поедем Все остальные думали, что поедем Если, естественно, это хорошо определяется, насколько ты подключен к пространству Это сны ваши Хорошие сны, в смысле, как хорошие Снятся часто сны, снятся часто различные Значит, вы уже, грубо говоря, наполовину там То есть вы можете там как-то считывать И самое интересное, я бы даже сказал Не то, что вы считываете, а то, что с вами работают, с вами помогают Это совсеменная разница То есть вы тут, как бы сказать, на себя надеете, что-то вы там сделаете А наши силы так, знаете, так ерунда А вот когда с вами работают, вы это заслужили Вот тогда у вас будут и силы, вот тогда у вас будет и все-все-все остальное И, естественно, такие вот вещи вы будете делать Так, обладает Спасибо, Лариса Обладаем Ну, как одна сказала, ясновидующая Но третий глаз у него открыт, но он его не использует Ну, это насчет дыхания Если делать задержку с часами в руках, то не можешь объективно заверять паузы Я вас учу Вот, допустим, в том же дыхании понимать суть А именно, что важно Не столько эта пауза Эта пауза, как бы сказать, показывает А ваше ощущение того, что Когда накапливается углекислота То, ну вот, происходит удушье Человек краснеет, он потеет, понимаете С него все лезет, грубо говоря Так мы не доволим себя до удушья А мы придерживаем себя И как только получилось, вот эта вот теплота на щеках На руках, вот чувствуете, вот тело как-то потеплело Вот даже начинает небольшая испарина Вот это показатель того, что углекислота накапливается И вот этого вы и добиваетесь А контрольная пауза будет Уже, если вы этого будете добиваться Потихоньку расти сама собой Роза ветрова Почистку печени Все, почистила печень Камушков нет Только желчь вышла Вот это хорошо Вышла желчь Теперь смотрите Я вернусь к своей чистке И хорошо, что она у меня именно так получилась Потому что это наглядный пример Пример, который я разберу с вами Значит, один пример я с вами разобрал Это когда человек, значит, выпил масло Его вырвало То есть тут как-то она вроде как получилась Не особо Следующий, значит Человек выпил масло И вообще ничего То есть не было послабления И, наконец-таки, третий вариант Который вот у меня был Значит, я выпил масло И, как вы видели Травы очищали Очень хорошо работали с моим кишечником Они там очищали Все это такое Вот выходила вот эта вот темная жижа Это, возможно, там что-то с 12-перстной кишки Какие-то там, грубо говоря Колонии грибков Колонии там этих самых Микробов выходили Они, знаете, как киселин там Что-то там вот Вот стенку вот облепливают А вот что касается желчи А ее-то вышло мало Хотя камушки-то мы были Немножечко желчи было Вот В основном масло Пройдя через желудочно-кишечный тракт Вышло наружу На нее выделилось мало желчи То есть так, как должно быть А я знаю, как должно быть То есть человек, конечно, наизнанку выворачивает Эта чистка Когда она мощно все это выбрасывает То есть, я говорю, должно быть мощное прослабление Если этого нету Это говорит о том, что желчь не пошла у вас В том количестве Которым надо бы И вот у меня этого эффекта не было Я только же Только-только Расшевелил Первая чистка Там, понимаете Вот Мы даже не представляем В какое-то, допустим, здание пришли А там столько мусора Ой, мы думали Пришли там с венечком подмести А там надо лопатой работать С носилками А потом уже венечком Представляете Так вот Нечто подобное за годы Долгого, так сказать Бездействия Произошло и со мною Я думаю, что там хорошенько все это Обросло ерундой Различное Закоксовалось Что первая чистка Вот она, первая Она только что-то там сдвинула Что-то там сделала Поэтому вышло несколько там Вот этих камушков Но я доволен тем, что вот Именно вот та вот черная жижа выходила Это, как бы сказать Ну, более страшная вещь для здоровья Нежели там камушки Но тем не менее Оценивая свою чистку Я должен сказать Что это, как бы сказать, знаете Предварительная работа То есть чистка только поработала над тем Чтобы что-то разблокировать Поэтому завтра я повторяю Эту же самую чистку печени С использованием трав и масла При этом я понял Масло Вот вообще-то масло Главное На него выбросилось желчь Можно, грубо говоря, знаете Вот я на себе почувствовал Это очень важно Чтоб вы все чувствовали на себе И ощущали Куда вы идете Что с вами происходит Что Можно было, грубо говоря И литр масла выпить И она просто-напросто Не открывая желчных протоков То есть печень Вот не смогла Открыть вот эти Желчные протоки Чтобы выбросить мышцу Она просто прошла И в виде Грубо говоря Не желчной жижи А масло Вот так вот Как оно прошло Просто выбросило Себе масло А нам-то надо Не это Поэтому Вот в 6 часов Я Ну возможно Посмотрю Как там пойдет И в 11 Я просто-напросто Выпью граммов По 50 Масла И этого достаточно Чтобы вот Сделать этот мощный Иначе-иначе Бум говорит Выпил Литр Вырвал Потому что она Как рвотная Сработала Вот Либо же Она просто-напросто Пройдет по всему Желудочно-кишечному тракту И Не вызовет того Что должно вызвать Вот в чем дело Но тем не менее Значит Камушков нет Только желчь вышла Значит Я розы ветровой Еще рекомендовал бы Чтобы она Опять Заглянула Если она Нормальненько Свет чувствует В эту печень То есть Еще сделала Эта кожа Чисточку Все это Допустим В воскресенье И тогда По второй чистке Можно уже судить Нет Значит нет Просто Желсть бросилась Все Их значит нет Либо же Они покажут Свою Так сказать Сущность О чем я хотел С вами поговорить Это ответы на вопросы Второе Я Обещал вам Сделать предложение Предложение у меня Следующее Вот эти конечно Ключевые слова И прочее Прочее Там как один сидит Там целая программа Какой-то алгоритм Подбирает по этим Ключевым словам Что Что Как Раз А Зажилось Все Все по всем параметрам И подобрал И так далее Значит Ютуб Выдаст его И выкинет Его там Допустим На первое место Вы Сами понимаете Что Да Если человек В этом деле Специалист Он может Все эти ключевые слова Подобрать Все это там Сделать Подшаманить Так Что его ролик Будет первым Но задача В том Когда Зрители Зашли И смотрят Ключевые слова Все тут все хорошо А смотреть то там Нечего Информации Ну У меня К вам такая Просьба Как К посетителям канала С которыми я работаю С которыми я Ну можно так сказать Не собираюсь Не смотрю На посетителей канала Как некоторые там Говорят Вот дополнительный заработок Там Ну Вот у меня книги есть Можно там книги продавать Можно маечки продавать Можно суминирчики продавать Можно еще Да Можно Я не возражаю И Как бы сказать Этим делом Особо Нечураясь Но Я хочу вас Рассматривать Не как потенциальных Покупателей Какой-то Моей продукции Я хочу вас Рассматривать Как друзей С которыми Свела меня В этой жизни Мне уже мало Осталось Я не знаю Сколько Судьба Свела меня С вами Как с друзьями С которыми Я могу Общаться Значит Дать какие-то советы Вы мне Какие-то советы Дадите То есть Вот Некое Общение Интересное И взаимообогащающее Будут у вас Дни рождения Именно у посетителей Канала Напишите мне Вот можно прямо здесь И написать Что у меня Там сегодня День рождения Адрес Своей электронной Почты И я хотел бы Чтобы вы мне Подарили Допустим Какую-то Книжечку И я вам Постараюсь Это сделать Более того С дарственной Даже надписью Я думаю Это не так уж Часто будет Если вы Сами Вот Понимаете Там Как допустим Сделать канал Популярным Там В сетсетях Там меня Там допустим Прорекламировать Рассказать То есть реклама Заключилась в том Что вы Грубо говоря Получил какую-то Пользу Рассказали А вот я там Вот на ютубе У Малахова Геннадия Вот знаете Вот То-то-то-то-то Рассказали Другие Потянулись Тоже Скажите Я хотел бы Там получить Какую-то там Книжечку Пожалуйста Я вам вышлю То есть Чем я могу Не Этот самый Вариант Не бумажный вариант А такой То есть Что Чем я располагаю И что я могу Понимаете Я готов С этим вам Поделиться Как С такими же Как и я Идущими По жизненному пути Набивающие ошибки Что-то Будем говорить Добивающиеся Чем-то там Увлекающиеся И Знаете Вот Ну вот Все что составляет Человеческая жизнь Чтоб как-то это было Нам Нам С вами Интересно Потому что Все Норовят Норовят Купи 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 Все Нету Человеческого Подхода Дружественного Любящего Сопереживающего Чтоб вошли Вашу ситуацию Вот знаниями Книгами И Вот своим Душевным Вот этим Теплом Энергетикой Я с вами готов делиться А вы мне помогите В раскрутке Этого канала Кстати я сейчас Энергетика Конечно вы почувствовали Пошла Даже Даже после Этой чистки Печень Она пошла И туда Дальше Она еще Будет И побольше Расти Вот Но я говорю Завтра Завтра Это суббота Я Чищу Печень Еще Раз Так что Присоединяйтесь Мысленно Обращайтесь Ко мне За помощью Грубо говоря Помощь придет Вот вы видите Я маленький ролик Снял Привезли Воду Две бутыли По 20 килограмм Вот Я их Притянул Этот человек С больной Спиной Который Раньше У меня было И сказали Там Инвалид И Грыжи Шмоля Хроля И так далее Вот Я их Притянул И плюс Я еще С бывшими Больными Суставами Я Их Поднял И одной Рукою И другую Рукою Ну короче Посмотрите В этом Виде Приветствуем Всех Рукою 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 Субтитры Канал Звони в колокола Ставь лайки Субтитры сделал DimaTorzok